всем здравствуйте в новом году у ребята сегодня третье число я вообще выпустила видео последние как вы видели про новый год даже закрыла комментарии и мысленно с вами попрощалась со всеми потому что я решила что на этом моя карьера блогера закончилась у меня вчера был депрессейшн сильнейший мне было очень плохо я такие состояния свои мне бывает очень редко не люблю прям все все жизнь закончилась ничего больше не хочется вот так было плохо много новостей просто не хочу рассказывать ничего такие грустные которые выбили тебя из колеи еще 31 числа решила что все надо заканчивать они сказал все видео больше снимать не буду всем сказала все я ничего не снимаю я ничего не хочу не знаю рукави ти тянется за телефоном сегодня у нас очень хорошая погода несмотря на то что новости везде не очень хорошие вот вчера с анютка вечером общались тоже чем громко в них было сильно я сначала я в наушниках была общалась не подумала она что-то разбила такой грохот у них прилет был тоже снова рядом возле них потом как говорят в одно место два раза кто там не попадает все попадает два раза и в одно и то же самое место это школа которая у них разбита была снова туда прилетела это просто рядом возле них но нормально снова двери не не открываются еле открылись все двери менять не менять менять не менять наверное пока не стоит менять что софи ты улыбаешься мама на голове чертежа да как 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 есть не просто волосы были заколоты у нас хорошая такая погода сегодня солнышко светит на на улице немножко подморозило надо сходить в магазин купить воды у нас питьевая вода закончилась и наверно буду готовить есть потому что достала мясо в общем за праздники девочки все можно сказать съели там осталась половинка холодца мы сегодня софии последний судочек уже начали немножко оливье осталось оливье кстати на новый год я не готовила мне оливье передала мама хотя я все отварила она говорит я сделала много не нарезая тебе дам поделюсь и вот мама джене ездил 31 к ним числа отвозил холодец там гостинцы и почему оливье не делала девочки брускетты мне очень понравились вот эти вот с грушей которую я готовила очень вкусные но восторге 1 я софия не ела софи у нас просто грушу не любит женя сказал так ну 50 на 50 а мне вау они в горячем виде вку но в горячем вообще классно когда теплая груша но и в холодном даже на следующий день мы ели хлеб не был таким сухим вот мне понравилось хлебушек со сливочным маслом девочки и он такой вот он и хрустящий как бы корочкой покрытой внутри мягенький был очень вкусно получилось вчера вечером готовила но я не снималась в депрессии было вчера целый день плакала девочки целый день вот прям сильно мне было плохо вчера вечером готовила сыр был камамбер дам по-моему называется или как до камамбер вот этот кругленький в духовке поразрезала и его так чуть-чуть надрезики чесночок вставила вокруг разложила так хлебушек тоже вот эти брускет и батончик этот нарезала багет и запекли в духовке но мне так себе софия сразу ела софия сказала вкусно а еще я полила маслом хлеб и присыпала орегано вот это все когда я пришла пробовать уже сыр застыл сразу мне не было настроение потом думаю ладно попробую и он уже застыл уже было как-то не так я сказал вот это вот бутербродики кто девочки любит и вот такой грушу вот эту карамелизированную на сковородочке вам понравится такой вариант больше мне понравился салат надо сделать вот этот с гранатом который софия любит она вчера доела а я готовила пол порции мне еще осталось мясо куриное остался гранат салат и айсберг остался и сегодня еще раз приготовлю этот салат у они на дне рождения господи на новый год она готовила новый салат и он кто видел видео она снимала очень красиво смотрится прям такая презентация ярко красиво и она сказала очень вкусно с мандаринкой она готовила там салат изначально она мне говорила буду салат с мандарином я говорю я не понимаю это сочетание потом она скажет что это вкусно очень вот что еще мясо было вкусно вот это запеченная в духовке не у нас не было уточки мясо корейку менее я за на заварю как-то так как-то так не знаю выпущу это видео или не выпущу наверное выпущена вчера я все я была бы я с вами мысленно попрощалась думаю ладно я потом выйду скажу что все а сама понимаю вот какой-то момент и тебе все время это привычка такая наверное четыре года снимать видео для вас я каждый день выпускаю видео можно сказать вообще ну каждый день у меня выходят влоги это уже как зависимость наверное какая-то ты не можешь ты раз какой-то момент я хочется раз телефон взять раз телефон взять снимать или даже просто так как сегодня поболтать можно сказать ни о чем но и в то же время поделилась своими эмоциями до жизнь такая штука найти сейчас непредсказуемая не знаешь что будет через минуту вот но когда тихо и светит солнышко на душе тоже очень хорошо можно сказать меня аня вчера вытянула из этого состояния тебе снова хочется плакать наверное еще депрессейшен не весь прошел я и саня не хотела разговаривать даже она говорит успокоишься потом перезону сама наберешь она мне набирала ей трубку не брала и потом она мне писала что так нельзя ну бывает вот не хочется общаться но потом пообщались нормально вот не хотела я плакать и тут соешься магазин собираюсь мази воды надо купить вода питьевая закончилась и буду готовить плов достала мясо надо было с вечера достать но я уже все спали не захотела лезть в морозилку там шуршать тарахтеть сушилка стоит белья софика надо разобрать женя пришел с работы вчера у тебя плыть плохое написали что комментарии закрыла грудо нет не писали я их изначально даже просто закрыла не хотелось меня ничего читать ничего не читать ничего не смотреть о ребятки иди софика девайся пойдем и краситься не буду я не хочу краситься я процедуры свои сделала даже вчера вечером живу до этого и не хотела на новый год не краситься не хотят ничего мне не хотелось новый год был не очень хороший ну как не очень хороший вот такой какие-то мы были все не в настроении наверное многие такие были вот шоу вам еще раз сказать тараторила тараторила и все на и надо какие-то попить таблетки успокаивающие есть валерьянка наверно надо ее пить хотя с кумой общалась позавчера на это она мне не помогает вообще ревенда все время пить пить она говорит и и уже пью пью а толку от нее никакого вот порассказывала поделилась своей болью ну бывает так ребятки с мамой пообщалась мама там проблемы давно уже на полгода в них вода плохо идет вчера им там ремонтировали воду ванной там поразбивали стены меняли трубы там в общем забитое все было и пришлось полы срывать в прихожей мама на первом этаже живет у них как-то такая система в общем трубы идут под полом пришлось прихожки линолеум снять там полы поднять вроде сделали теперь ждут воду когда воду дадут потому что вода вообще не выжимала даже ну там еле-еле струечкой тоненькой даже бывало бачок в унитаз не выжимала что вам еще рассказать о тортик я про тортик вам не рассказывала этот красный бархат еще немножко осталось софии очень понравился и же не понравился мне 50 на 50 знаете как я вам скажу который я пекла он вкуснее это тоже неплохой я не скажу что он прям невкусный но вот торт который мы заказали который аня заказывала мне на день рождения там к себе когда я пробовала первый раз и когда я пекла вот эти вот вкусы были похожи а этот немножечко вот крем какой-то немножко не такой но неплохой наверное купить его снова наверное лучше самим самим успеть вот с поездкой лишь собиралась к не ехать должна была поехать завтра послезавтра не билеты еще не заказывала и не знаю не наверное мы не поедем не знаю у меня такое какое-то вчера я вообще никуда не ехала аня конечно немножко расстроилась потом нагреть я понимаю я верю аня не опасно и понимаю у нас опасно и в них опасно и в дороге и я не знаю как какая будет дорога софия говорит позвони узнай я говорю я не хочу ехать через днепр на харьков это так долго немножко так утомительно конечно через изюм быстрее но тоже может час так не ездят потому что дорога опасно но они могут не ездить через зим просто быстро четыре часа ты там тут до днепра доедете потом еще днепра ну получается у нас дорога 7 часов выходит и камил очка ждет а вчера в туша евро не меня вытащила уже она будет будешь с камилой разговаривать но мы пообщались потом что так растормозились немножко камилка нас отвлекла от грустных мыслей гимнастику нам все-то гимнастику показывала немножко отвлеклись а потом же вечером уже ночью она мне звонила я не помню во сколько это было или 11 или раньше немножко и такой этот я еще в наушниках с ней разговаривала я думала аня что-то разбила такой грохот они же это все она быстро отключилась потом уже с ней списались она гайд мы это в коридоре а у них а у них получается в доме везде окна но везде даже в ванной в каждой комнате окна нету такой безопасной комнаты чтобы как стать в укрытие там кота они писали хейтеры хейтеры доброжелатели могли бы уже себе там подвал вырыть или погреб что вырыть вот знаете люди вот не знают не всей ситуации можно подумать взял его просто вырыл они находятся живут в таком и в такой местности у них нельзя в них раньше был там какой-то погреб но его затапливает и сильно близко грунтовой воды она все топит невозможно не подавали не погреб вырыть не какую-то яму смотровую там ничего нельзя сделать очень близко не находится вода все время подтапливает низко как-то наверно не находятся вот у нас например вот мы тут живем у нас в городе много сделали скважины вот эти вот скважины скважины а наши вот микрорайон мы как-то высоко очень находимся и сколько бы не пробовали пробивать скважины вот в разных рядом били до воды вообще не могут дойти они доходят в одном месте дошли но она была недолго все замочмалилась очень глубоко я не помню на какое расстояние били вот эти скважины но по моему не знаю 60 60 метров это много на и насильно ну в общем у нас нет воды вода очень глубоко находятся эти разные районы а в других районах у нас в городе нормально у всех скважины стоят возле домов попробивали вот у нас кумовья живут возле дома скважина и как-то они провели что у них уже и в квартиру поступает это вода там провели на и на вот эти шланги как-то подключили что они качают оттуда воду у них вода есть у нас так по часам скважина не пробить просто мне раньше спрашивали в комментариях такие дела ребятки ладно пойдем одеваться ой пойдем одеваться ведь все равно я с вами поболтала так что вдруг меня не будет девочки я конечно выйду сообщу или может напишу но мне вообще перед новым годом очень было тяжело снимать видео прям не хотелось вот как-то не хотелось не хотелось как-то но когда настроение есть ты снимаешь когда его нет не хочется ничего и снимать и рассказывать хотя вы мне поддерживаете добрый комментарий пишите вот почитаешь потом вот на душе честно говорю мне становится легче и вы посмотрите да пишите что мои видео некоторых тоже как вытягивали из таких депрессивных состояний ладно держимся все будет хорошо прощаюсь с вами не знаю до завтра или до когда ну говорю вам пока 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 пока